Последний звонок прозвенел 25 мая для сотен тысяч выпускников страны. Праздник грусти и радости отмечали 9 и 11-классники. В этот торжественный день наша съемочная группа побывала в 4-й Леневской школе. В день последнего звонка с 4-й школой прощались 93 выпускника 9-х классов и 24 11-классника. Одинаково торжественный и волнительный день для всех присутствующих, для родителей, учителей, не говоря уже о самих ребятах. Ты чего такой грустный сидишь? Детство закончилось, вот и грущу. Да ты что? У тебя все еще впереди, ты вон какой маленький. Я был маленький, а теперь я уже взрослый, самостоятельный. А знаешь, ты чем-то на меня похож. У меня тоже такая рубашка была в 1-м классе и такой же пояс. Не удивительно, ведь я, это ты в детстве. Как так? Я просто попрощаться зашел. Возможно, мы еще встретимся на фотографиях и воспоминаниях. Но я больше не смогу повториться. Поехали мне больше. Все что угодно. Никогда не теряй надежду. Повзрослевшие, нарядные, взволнованные. Сегодня им верится и не верится в то, что школы больше не будет. Причем это относится и к 9-ти классникам, решившим не идти в 10-й класс. В последние годы ребят, сделавших такой выбор, все больше. Девять лет выходили в школу по одной и той же дорожке, по одной и той же тропинке. И жизнь устроена так, что человек все время делает выбор. Девять лет назад вы выбрали нашу школу. Девять лет вы учились и выбирали себе занятия по душе. Сейчас перед вами особая пора и особый выбор. Вы уже сделали выбор своих экзаменов. И сейчас вам предстоит определиться. И во многом это определяет те экзамены, те предметы, которые вы выбрали. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи, я желаю вам легких заданий на экзаменах. По приказу школы все выпускники допущены государственной итоговой аттестации. Родителям терпения, внимания к своим детям. Им сейчас особо нужна ваша поддержка. Ну и добрый путь, дорогие. Ни один учитель в тот день не остался без внимания и цветов. Ребята были щедры на теплые слова благодарности и признательности. Обнимали и целовали своих классных мам, шутили. Но и у тех, и у других нет-нет, да и выступит слезинка. Кто тебя на рассвете разбудит и нежным, ласковым голосом сообщит? Что первый урок уже 15 минут как начался? И что вы к третьему уроку был в школе как четыре? А когда ты захочешь сближать с урока, кто тебя поймает? Не ступеньки. Кто мягко возьмет под белые ручки и ненавязчиво припомнит? Что это уже 25-й твой прогул на летний день. И что за каждый прогул придется ответить. А когда ты выйдешь на школьное крыльцо, чтобы популить, кто тебе напомнит, что пулить очень приятно для твоего здоровья? И что в следующий раз ты будешь отчислен из школы? Кто наконец позвонит вечером к тебе домой, споет к любильным твоих родителям о том, что все учителя просто горят желанием встретиться с ними, для беседы твоего поведения и успеваемости? Говорят, что класс похож на своего классного руководителя. Что говорить? Нам просто повезло, что приказы директора по школе... Или просто судьбой, но был назначен мудрый наставник и старший друг. Наши классные руководители! Немало учителей проходит через всю нашу жизнь, и каждый из них оставляет свой след в памяти, душе и сердце. Особое место занимает первый учитель, открывший дверь в мир под названием «Школа». От чистого сердца, простыми словами, желаю вам всем сдать отличный экзамен. Отлично — это оценка не цифра. Отлично может сдать ребёнок, у которого все пятёрки. Отлично! Сдать ребёнок, у которого все четвёрки. Отлично! Сдать ребёнок, у которого тройки, четвёрки — это тоже отлично. У каждого свои способности. И каждый, может, у каждого свой характер. Вот я вам всем желаю, особенно своему классу, желаю сдать всем без передачи. Пересдачи на отлично! Пожелаю вам добиться всех желаемых вершин, чтобы я могла гордиться чудным выпуском своим. Учитель первый поманил меня к окошку и, распахнув его, сказал, «На мир смотри!» Он посадил жука мне на ладошку и руку протянул к лучам зарей. Горькую пилюлю расставания со школой ребята старались подсластить юмором. Студенчество — самое весёлое в жизни пора, и к ней выпускники готовы. Вы выучили основной закон Эйштейна? Да. Запишите формулу на доске. Пишите «энергия равно», энергия — это «по Е», большая «Е», да заглавная «Е». Пишите «энергия равно», равно. Да зачем вы прописи пишите? Как у нас обозначается «равно»? Параллельными прямыми, да не вертикальными, горизонтальными. Пишите «масса М», умноженное на «с». Множенное на «с». «С». Буква «с». Мы не знаем букву «с». Буква «с». Да не русская буква «с». Латинская буква «с», как русская «с». Зачем вы «с» пишите? Пишите «с». Просто «с». Пишите в квадрате. Что вы делаете? Буква «с» должна быть в квадрате. Да не в таком квадрате. Двойка в углу. Молодой человек, двойка в углу. Мимо. Не в этом углу должна быть двойка. Давайте подумаем. У нас много вариантов, где может быть двойка. Так. И... И снова мимо. Вы не сдали. Вон отсюда. Вместе с детьми ступень за ступенью шагают родители. Их родительская любовь, забота и внимание воспринимаются детьми как должное. Но как редко слышат о ней слова любви просто так, без повода от своих драгоценных чат. Ребята, не забывайте дарить их своим мамам и папам почаще. Мама, привет, сын, да? А на ли? Мама, я хочу сказать, что я тебя люблю. Да, я тебя тоже. Спасибо. 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 Это не значит. Ну... Я забью тебя сказать, что я тебя очень сильно люблю. Отлично. Я позвоню, всё хорошо. Чё? Чё? Ну, просто чё. Чё? Ну, там всё. Всё, пока. Ну, всё, я тебя очень сильно люблю. Чё? Чё говори? А, ну я, извините сказать, что я тебя очень сильно люблю, хоть я никогда этого не говорила. Вот, очень ценю твою заботу. Это у меня на слёзы шел, да? Ну, надо плакать, а чё? Ну, я тоже начинаю плакать, а чё? Ну, я тебя знаю, когда начинаешь плакать. Ну, не надо плакать. 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 Ну, всё, давай, пока-пока. Привет. Ты дома? Да. Я хотела тебе сказать, что я тебя любима. Спасибо. Ну, хоть и ты сюда там ещё прямо. Я хочу тебе ещё сказать спасибо за всё. Что ты делал? Что ты делал? Что ты делал? Что ты делал? Ничего не случилось. Я тебе очень сильно. Я тебе очень сильно. Ну, ладно. Что бы ни случилось, что бы ни произошло дальше в вашей жизни, я хочу пожелать вам только огромнейшей удачи, потому что она везде должна быть, без нее ничего хорошо не складывается. И верить в свои силы и соглашаться на все те вызовы, которые будет предлагать вам судьба, никогда не отказывайтесь от тех предложений, от тех вызовов, которые вам поступают. Поверьте, вы справитесь. В любом случае, да, мы, родители, вас всегда поддерживали, поддерживали, переживали за каждую слезинку, за каждую двойку. И переживали, и будем переживать. Вам огромная удача. Обязательные моменты последнего звонка – вальс и песня выпускников. К ним ребята готовятся особенно тщательно и долго, чтобы зал замер в восхищении и гордости за своих детей. Обязательные моменты последнего звонка – вальс и песня выпускников. Вальс и песня выпускников. Вальс и песня выпускников. Вальс и песня выпускников. И вообще все равно, что будет дальше. Я запомню каждого, кто был со мной. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя крепкая любовь. Здесь были мои мертвые друзья. Вы были мои мертвые ошибки. Здесь были мои страхи и мечты. Здесь были лучшими и непростыми. Здесь были, были, были я и ты. Самый трогательный и торжественный момент – звучание последнего звонка, практически ставящий точку в окончании очередной жизненной главы. Дальше начнется другая история. Мы сегодня прощаемся со школой. Нет дороги теперь в первый класс. И не хочется думать о боли, что сейчас задавилось у нас. Все, чем мы научили нас в школе, не пройдет, ищет, как дым. До свидания до более знакомой, школьный дом, ставший всем нам. Прицепли торжественные выпускники, смахнули слезу тихонечко мамы. Разные в жизни бывают звонки, а сейчас прозвучит самый главный. Последний звонок в этих звуках и радостных слез. Последний звонок – до свидания, детские грезы. Последний звонок – до свидания, детские грезы. Последний звонок – через годы летят эти звуки. Татьяна Юрьевна, дайте нам, пожалуйста, последний звонок. Чтобы красиво сказать «прощай, школа», ребята придумали оставить о себе добрую память и посадили деревья. Возможно, традиция, когда-то существовавшая, возродится вновь. Решили в этот раз возродить очень хорошую, добрую традицию – посадки деревьев по территории поселка Ленево. Эта инициатива у нас поступила от учеников, от учителей. И «Зеленая дружина» решила активно включиться в эту акцию. «Приходите к нам, давайте садить деревья вместе». Дуб – силу вам в умдрости, поэтому мы определили место, где это будет. Я думаю, что жители нам будут благодарны. Мы хотим пожелать всем жителям поселка Ленево здоровья, мирного неба на голубой, благополучия вашим семьям. И процветайте, как будет процветать наше дерево. Желаю, чтобы наш поселок процветал еще не одно десятилетие и разрастался, чтобы о нем узнавали на весь мир, на всю Россию. И чтобы этот дуб вырос таким же красивым, как наш поселок, как все его жители, как вся наша страна. Мы – дерево, учителям поселка Ленево. Ура, 5-й, 4-я школа. У-у-у! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова